а денек сегодня офигенский и вчера был офигенский но вчера что-то до поздно дотянул видео снял потом посмотрел ни хера вообще не видно и и убил его уничтожил в общем то вчера с утра минус 20 сегодня 17 поэтому у нас прям такая зима зимняя ух только дома сиди или в бане и на улицу нос не высовывай но потому что руки мерзнут караул просто ну а мы в общем то продолжаем занимаемся сваркой вот решил пока еще совсем не темно что-то снять показать короче сняли мы пол фасада потому что опять лишние запчасти они тут не нужны потому что то окно будет передвигаться это окно будет передвигаться здесь нам надо к дому ну конструктиву привязаться поэтому на фасад здесь мешает и поэтому естественного сняли и делаем такой вот крылечко ну не маленькая но совсем вполне себе такой вот она получилась будет просто прямоугольная крылечко раз два три ступеньки и скошенные уголки на всех ступеньках ну так симпатичнее гораздо чем просто если бы был такой параллелепипед поэтому решили делать так ну конечно по работе она по геморрой не но все равно в общем то и я за такие вещи никогда как бы наценок не делаю потому что ну и самому как бы интереснее делать и людям потом ну гораздо симпатичнее комфортнее будет поэтому если какие-то такие вот но скажем так усложнение работы что никогда как бы на них наценки не делаю и в общем то вот профильная труба 60 на 40 потому что ну пролеты приличные плюс само крыльцо оно должно быть прям очень массивным потому что ну хрен знает так вот гости приедут сколько людей тут раза может запрыгнуть поэтому нагрузка тут и динамичная и ударная и непредсказуемая вообще поэтому всегда делаю с таким с очень серьезным запасом и соответственно здесь у нас пять штук свай небольших потому что если вставить просто на землю например там поставил какую-то плитку или фундаментный блок даже даже если его немножко заглубил все равно зимнее пучение она будет вот так вот эту конструкцию приподнимать и получится соответственно что у вас крыльцо вот так вот задерется причем вот в нашей широте ну бывает так что его и сантиметров на 10 элементарно может поднять даже вот столб забитый в землю неглубоко и вот то же самое вот так вот выдирает и соответственно и дверь может заклинуть и ну херня всякая получится поэтому обязательно когда вот такие конструкции делаю всегда всем говорю обязательно нормальный фундамент на глубину промерзания так как на доме сваи то и в общем то здесь сваи она ну ну скажем так самый оптимальный вариант и по удобству работы и по цене получается вполне себе нормально причем там диаметр гораздо поменьше потому что и нагрузка поменьше и вполне себе и надежная конструкция получается и но относительно естественно недорогая потому что самому если что-то там вбивать или копать заливать какой-то фонда ну бетонный столбик она по деньгам выйдет то же самое плюс с материалом потому что ну сухую смесь можно купить сразу да там песок с цементом а щебень все равно докупать придется докупать куб кубишь значит за доставку больше отдашь поэтому вот мне кажется тут своя не как бы самый такой оптимальный вариант соответственно пять штук потому что у нас видите уголки скошенные надо чтобы и вот тот уголочек на чем-то жестком стоял и этот и посерединке тоже потому что здесь пролет два с лишним а там соответственно крепимся к дому к нижнему венцу сварил такие вот г-образные как бы конструкции и туда прям шурупами соткой туда пришились соответственно там вертикалька у нас 40 на 20 трехмиллиметровая потому что в общем то там нагрузка на разрыв и 40 на 20 она вполне себе с этим справится а здесь так как пролеты все-таки приличные поэтому здесь 60 на 40 ну меньше мне кажется смысла нету оно будет вот самый поганый здесь эффект может быть это так называемый эффект ну можно назвать и батута и струны то есть когда ты на него встаешь там или прыгаешь она естественно держится но она вот так вот немножко мандражирует и ощущение уже очень некомфортное то есть вот как крыльцо ступеньки все они должны быть просто прям монолитом таким массивом очень жестким поэтому здесь в общем то такая труба тут у нас пойдут доски поперек поэтому попереченок не ставил а вот здесь у нас доски пойдут вдоль поэтому наварил тоже попереченки то же самое 60 на 40 и вот так вот оно вышло ну в общем то вполне себе шикарная конструкция электрод трешка потому что какая толщина металла такой должен быть и диаметр электрода так как у нас стенка трешка то и электрод берем тоже трешку я варю вот на 150 амперах кто-то по-другому в общем то кому как удобно но вот если ток делаешь поменьше он начинает залипать очень прилично поэтому я вот как бы всегда вот двойка у меня на 50 а тройка на 150 единственное если тонкостенный металл то там уже как бы ну так подбираешь а так в общем то ничего сложного там прям просверлил профиль и шурупом прямо так насквозь соответственно здесь так как мы вот эту вот часть которую притягиваем мы ее все равно по любому засверливаем то здесь можно любыми шурупами хоть с полной резьбой хоть не с полной резьбой потому что она притянет по любому так как засверлено а вот например если доску на доску то там обязательно если без засверливания то шуруп должен быть с неполной резьбой тогда он вот эту вот доску к той притянет а если брать с полной резьбой и не засверливаться то опять же резьба встанет в клин и доска к доске не притянется ну в общем то думаю это все и так знают но на всякий случай напомнить всегда надо ну и вот такой ведун сбоку а дальше уже пойдем деревяшками ну так оно будет жестче и лучше потому что но если варить прям целиком а потом просто доски сверху то доска на металл это ну фигня в большинстве случаев потому что она подсыхается нормальным шурупом туда не прихватишь надо желательно спресс шайбой и сверлом шляпа будет здоровенная поэтому ну его нафиг а так мы сделаем каркас и на него уже нашьем палубную доску соответственно палубную доску будем крепить к дереву поэтому там можно будет взять шурупики с маленькой совсем головкой и они туда чуть в дерево уйдут и их будет практически не видно и внешний вид будет ну несравнимо лучше чем вот эти вот шляпище будут везде торчать ну и в общем то вот покуда размер вот целый день вчера ковырялся сегодня доделал вот эти вот попереченки а так вот с этим вот целый день ну потому что на морозе руки мерзнут прям жуть просто и в общем то и так холодно а когда разметка запилка потом сварка то практически не двигаешься и и соответственно ну внутреннего тепла нет вообще никакого и так уже в двух портках не знаю куда больше так вот посадь захотел по покуда одни вторые писюн достанешь или так обоссышься или перехочешь по ходу дела так что вот тоже кстати шикарный пояс верности для мужиков потому что ну пока правда через две портки да достанешь там любая баба уже все желание потеряет ну и вот здесь вот тоже начал пока еще не доделал то есть вот у нас здесь одна свайка на нее попереченка потом тоже г-образная такая вот конструкция вот три поставил две еще уже наверное в темноте не сварю то есть это на завтра и соответственно там по углам тоже прихватились к сваям на которых стоит дом сначала хотели две ступеньки но потом вот уже когда начал прикидывать ну первое получается очень высоковато поэтому предложил говорит давайте сделаем 3 а нижнюю выдвинем ну чтобы там площадь не терять и в общем то так вот и решили вот казалось бы да чё рассчитывали а чё по факту получается ну практически совсем все по-другому но зато будет и ходить гораздо удобнее и внешний вид будет посимпатичнее чем если просто были бы две и ну так прилично высоко от землей а то что вперед выдвинули в общем то фигня потому что тут вот видите какое пространство оно все открытое поэтому дождем снегом естественно туда будет засекать однозначно и что там на несколько ну там 10-15 сантиметров вылет это в общем то ни о чем совершенно что так оно было что так поэтому вот так вот у нас прошел второй морозный день этой зимы поэтому обязательно лук не full лук а кладезь витаминов и микроэлементов и конечно же не забываем про капусту потому что ну а вдруг чего не вырастет ну а даже если там изнутри не прорастет то можно качан пополам и сверху подложить опять же пока не пощупаешь и не поймешь что там ну и в общем то вот такие вот у нас заготовки каркасные но вполне себе мне кажется вот это мне прям очень даже нравится и вот это за счет того что вот она выдвинулась тоже мне прям ну гораздо лучше конечно можно было бы и вообще нафиг на улицу вынести не знаю почему они вот так вот решили а так вот тоже вынести и скошенные углы сделать ну не знаю так вот они в общем то решили поэтому делаем так так что вот такие вот у нас оригинальные будут крылечки ну а здесь вот тоже забыл сказать у нас видите получилось дверь не по центру потому что поставили косо но это конечно шутка крыльцо специально немножко сместили в сторону потому что дверь открывается сюда ну правая и до конца на 180 она не открывается потому что фасад и она тут чудо утоплена получается чуть больше чем 90 поэтому получается здесь в общем-то глухая зона и соответственно так что было удобно зайти стоять и открывать дверь то крылечко немножко вот так вот сюда сместили и за счет этого полезной площади на нем будет гораздо больше как-то так